Приветствую вас. В первую очередь вам желательно разобраться в себе, потому что у вас достаточно много противопречий чувствуется. Вот, и плюс ко всему есть такая проблема, проблема тревожности, проблема страха, ну вот именно чисто ваше восприятие в этой ситуации. Вот, и, соответственно, в первую очередь, наверное, нужно вам в этом направлении двигаться, в первую очередь вам желательно в этом направлении работать. Вот, и разобраться в себе, разобраться в своих чувствах к парню, и уже потом, после этого решить, что вы будете делать, решить, как вы будете действовать, решить, как вы будете, ну, вести себя по отношению к парню. Вот, по отношению к своему молодому человеку. Вот. Что вы чувствуете, например, к нему, да, это тоже такая достаточно важная история, на мой взгляд, это тоже такой достаточно, ну, достаточно важный момент. Вот. На мой взгляд, вот это все нужно разобрать, на мой взгляд. И когда, если вы все это сделаете, когда, если вы разберетесь в этом, когда, если вы сможете, ну, как-то, вот, знаете, так, суверенность. Если вы сможете сказать, да, что вы чувствуете к своему мужчине, что вы ощущаете к нему, вот, тогда, наверное, уже ситуацию можно будет переводить в русло Ваших вопросов, которые вы чувствуете, только будут ли актуальны, тогда, собственно, ваши вопросы. Потому что сейчас вы их задаете, на мой взгляд, именно по той простой, вот, достаточно причине, что, ну, вот, что вы не доверяете себе. Вот. То есть, вот, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, в этом дело, на мой взгляд, с этим связано, вот, то, что вы задаете эти вопросы. Вот. Ну, сейчас я надеюсь, что поясню вам немножко подробнее. Итак, с парнем сейчас ругаемся недавно, чуть не досталось, но все обошлось. Ну, вот, я бы здесь рекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал», вот. На мой взгляд, это очень подходит к вашей ситуации, на мой взгляд. То есть, вот именно психологическая игра «Скандал» — это то, что, ну, то, чем вы занимаетесь, да? То есть, это некая такая определенная проблема близости, это некая такая определенная проблема, эмм... Значит, ну, страха близости, вот. Это определенная проблема выражения, эмм... Свои эм... Свои эмоции, вот. Это определенная проблематика, вот, эм... И, соответственно, с этим, на мой взгляд, нужно работать. Да, то есть ссоры, они не бывают, ну вот, на ровном месте. Вот, ссоры могут быть и должны быть и есть, собственно говоря, свои причины. Вот, и, соответственно, с этими причинами нужно тоже разбираться с этими причинами. Нужно также работать. Опять же, да, врач что-то не устраивает, молодого человека что-то не устраивает, но идея здесь в том, что после того, как вы подсоритесь, и вроде как помиритесь, да, ну вот, ну, ситуация особо не меняется. То есть вы ни к чему не приходите, вот, решений никаких не вырабатывается вами, вот. Ну, поправьте меня, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот, ну, может быть, вы извиняетесь друг перед другом, но ситуация не меняется в общем, в общем. И никаких решений вы не вырабатываете. А это, как бы, ключевой момент, потому что то, что вы говорите, все обошлось. Да, такое ощущение, что ваши отношения зависят от удачи. В этот раз пишите вы опять произошел такой конфликт, решили, что это наш последний шанс. Ну, и конфликт из-за чего. Вот, что такое последний шанс, то есть это вот опять же какая-то такая борьба с реальностью идет. На следующий день после конфликта у меня остался обидный на него, и мы поругались. Ну, Мария, я надеюсь, что вы отдаете себе отсчет в том, что вы пишите. То есть, естественно, у вас этот конфликт остался остаток. Но, это ваша обида. А поругались вы оба, то есть вы ответственные за свою обиду, переложили на человека, что о чем говорили. О том, что вы не привыкли нести личную ответственность за свои чувства. И с обидами нужно уметь работать конструктивно. Потом он предлагал меньше общаться до его приезда. До его приезда куда? Я сначала отказался, но потом сказал, давай недельку отдохнем. Он с радостью согласился на мой вопрос, почему он хочет сохранить отношения. Ответил, я тебя не ненавижу. Я подумал, он издевается. Почему? Отчего такие мысли? Приспросил, он сказал, что я ему не сильно нравлюсь сейчас. Из-за частых ссор, потому что в прошлых разы надеялся сохранить отношения. Чувствовал, что еще любит меня. Ну, здесь, в общем, логично, что вы не сильно нравитесь. Из-за ссор, но ссорами нужно что-то делать, потому что каждый из вас вносит свой вклад в конфликт. Каждый из вас это делает. И идеально было бы, если бы вы оба обратились к психологу, можно даже онлайн, для того, чтобы разобрать именно вклад каждого в конфликт. Дальше. Он надеялся сохранить отношения, потому что ты просто любишь меня. Пишите вы. Знаете, здесь есть один момент, что важнее сам человек или отношения с ним. Хоть у меня наверняка такое ощущение, что мужчины нужны отношения с вами. Но не как бы вы сами. Также хотелось бы узнать, что он вкладывает в понятия «любит» вас и что вы вкладывает. Потому что вы, как раз, решили, что это последний шанс, я не хотел ссориться, но мы все равно позорили. Ну, кто мы, опять же. Да, вот есть вы, лично вы, Мария, и есть он. Нужна ответственность разделять условия, ли что он позвонит на дне, а потом мы оценим недельку. Мне очень понятно, зачем звонить, если вы хотите недельку вас здесь. Верны ли эти шаги? Нет, если вы не будете работать с причинами конфликта. И не будете разделять ответственность. Ответственность каждую свою, и каждый со своей же ответственностью работает. Есть ли шансы спасти? Да, при условии вышесказанного. Что он чувствует? Он жалеет меня? Или действительно, что еще что-то чувствует? Здесь проблема с вашей самооценкой, скорее. И недоверие себе, раз вы пытаетесь его понять. Мы не виделись уже почти два месяца, он за границей не знает, через сколько вернется. Вероятно всего в ближайший месяц это все усложняет. Я с вами согласен, но это также и вскрывает проблемы каждого из вас. И вам нужно решать и работать со своими проблемами. Не трогаем молодого человека. А правила про все, никаких выяснений отношений на расстоянии. Потому что на расстоянии все равно ничего вы не решите. Решить можно только в реале. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Желаю вам вместе с молодым человеком по его приезду обратиться к специалисту. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...